Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 мая. Сегодня я пришла продолжить разговор о формировании томатов. Несмотря на то, что у нас очень морозные ночи, сегодня было минус 2, и днём всего 3-5 градусов. Но для томатов вот этот климат, когда не сильно холодно и не сильно жарко, вот в теплице, самый идеальный. Посмотрите, мы 2 дня здесь не были, как Настя прям распушилась вот в проходы. Завтра буду ходить и эти длинные листы в проходах фрагментарно убирать, концы обрезать, потому что это очень длинные. И сейчас дай волю, она на весь проход распространится. И ещё раз говорю, что несмотря на то, что на улице холодно, вот я пришла вообще в меховой тужурке, здесь им очень хорошо, жизнь у них продолжается. Они все цветут, все стволы раздваиваются, расстраиваются. И вот это самое то время, когда нужно срочно начать формирование томатов. В предыдущих видео я дам ссылку на предыдущие видео, чтобы уже сразу люди, которые интересуются, не задавали вопросы, а чтобы посмотрели, как я рассказывала, как я листья удаляю. Уже про формирование в один ствол рассказывала, что это самый лёгкий, что достаточно убирать все пасынки, оставлять один ствол, и количество кистей зависит от сорта томатов. Если очень крупноплодный, всего 5 или 6, если мелкоплодный, то можно 7 или 8. Но самый распространённый способ формирования, это, конечно, в два ствола. Я сейчас расскажу, почему. Потому что в один ствол мы обычно формируем индетерминатные, а вот все вот эти томаты, которые детерминатные, но не низкорослые, не путайте с теми, которые вот я говорила, которые толстоногие детерминатные, которые коротышки вот эти мои. Сейчас идёт речь о детерминатных сортах, но о нормальных, о крупноплодных, о таких, которые будут позже. Вот, например, любимый праздник, у него может быть плод больше килограмма, но он не индетерминатный, он метр двадцать, метр пятьдесят, и рост у него прекращается. Вот так же я его в два ствола веду, так же веду в два ствола пудовик. И вот этот самый вот любимый праздник, про который я вам рассказывала, видите, он уже, я не общипываю вот этот пасынок специально, потому что я уже знаю заранее, что я буду его вести в два ствола. И в два ствола тут у нас полёт фантазии ещё больше, чем в один ствол. Вот смотрите, вот у нас один основной ствол. Видите, что цветёт одна кисть уже, вторая кисть, и третья, вот она выдвинулась. Когда мы ведём в два ствола, в двухствольный, вот такая форма будет томата, мы оставляем пасынок лидирующий, который под первой цветочной кистью. И тут, в зависимости от сорта, мы должны решить, сколько кистей будет на этих двух стволах. Если, как я говорила, что если очень крупноплодный, вот такой вот, если вы ждёте огромных плодов, то больше пяти-шести кистей обычно оставлять не рекомендуют, потому что каждая лишняя кисть уменьшает размер плодов других остальных. Ну, короче, я уже говорила, чем больше кистей вы оставите, тем мельче будут плоды. И потом не удивляйтесь, если вы оставите все кисти и не уберёте ничего, скажете, о, любимый праздник заявлено, что почти килограмм, там, 700 граммовые, а у меня всего 300-400 грамм, как у меня было с русским богатырём, он зацвёл буквально шапкой, я цветы не общипала, кисти лишние не убрала, вместо 700 граммовых 500 граммовых получила много-много 200 граммовых русских богатырей, в кавычках. Это мы сами делаем, богатырь он будет или нет. Вот любимый праздник, он крупноплодный. Если я хочу получить очень хорошие крупные плоды, то на основном, вот на этом стволе, я оставляю 4 кисти и прищипываю после того, как над четвёртой кистью образуется 2 или 3 настоящих листика. Ждать осталось недолго, смотрите, вот раз, два, вот она третья кисть в зачатке, видите, вот она третья кисть. И как только четвёртая расцветёт, и после неё вот так же будут вот таких 2 полноценных, 2 или 3 листа, нужно делать прищипку, всё, на этом стоп. Остальные 2 кисти вырастут у меня на лидирующем пасынке. То есть на пасынке я подожду, когда одна кисть расцветёт, вторая кисть расцветёт, сделаю так же прищипку и всё. Всё, я вот так вот их подтяну к одному колушку, и получится, что у меня на основном стволе 4 кисти, на вспомогательном 2, 6. Другая ситуация будет, если вам не надо такие крупные плоды, или по характеристикам сорта они у вас не будут крупные, то есть они изначально, ну как, созданы, чтобы быть там 200 граммовыми, тогда вам не обязательно ограничиваться, например, на 5 кистях, на 6 кистях. Вы можете в теплице особенно оставить 7 или 8, но это всё зависит от вас. Тогда уже разброс кистей можно сделать по-другому. Вот у вас раздвоился он, вот это основной ствол, это вот лидирующий пасынок. Тогда, оставляя, например, 7 кистей, вы 4 кисти оставляете на основном и 3 на вспомогательном. Тут принцип такой, что основной ствол всё-таки берёт на себя большую нагрузку. Если 5 кистей, например, 3 на основном, 2 на вспомогательном. Если 7 кистей, 4 на основном и 3 на лидирующем пасынке. Но если у вас получится так, что у вас невозможно разделить, что вот, например, в один больше, другой меньше, например, оставляете в 6, значит, оставляете поровну. 3 на одном стволе, 3 на другом. Всё. Тут самое главное, вовремя посчитать кисти и сделать прищипку всё-таки. Подождать, когда кисти все расцветут, зависть уже... А, ещё хочу предупредить, не прищипывайте до того момента, пока вы не увидите, что томаты именно опылились и завязались. Некоторые делают такую ошибку. Вот расцвели 4 кисти, появилось 2 листика. Они раз, отщипнули и всё. А погода стоит неблагоприятная, например, сильно холодно или сильно жарко. Опыление произошло недостаточно. Из 4 кистей, которые вы оставили, например, 2 опылились, а 2 нет, цветочки зацвели, отцвели, засохли, опали, всё. Вы кисти потеряли и верхушку прищипнули. Поэтому я вас предупреждаю, пока вы не увидите, что вот эти яблочки сформировались, хоть крошечные, но их всё равно видно, что уже будет помидорка, только тогда вы прищипываете. И прищипываете после 3, ну как, перед тем, как прищипнуть, нужно оставить после цветочной кисти 2-3 настоящих листика. Формировать 2 ствола очень просто. Это самый распространённый способ. И в открытом грунте мы так формируем вот эти все традиционные, и бычье сердце. Потом какие там ещё... Ну, короче, все крупноплодные томаты, вот у нас особенно в сибирском регионе, потому что лето короткое, и вот эти формирования в 2 ствола или в 2 стебля, вот эта двухствольная форма томата, она помогает нам ускорить. В каком смысле ускорить? Что вот, смотрите, если бы мы оставили 1 ствол и ждали, пока вот это расцветёт, потом следующее, потом третье, и 5 кистей, это очень-очень высоко и очень далеко, а здесь уже на вспомогательном раз ещё одна расцвела, и оно получается как бы компактнее, все они в кучке, и вроде как побыстрее всё это. Вот эти все 3 кисти, они сейчас будут свести почти одновременно. Ну и 2 там в высоте. Я не знаю, понятно, я объяснила или нет, но этот способ, он очень удобный. Во-первых, многие томаты, они прям сами, вот у меня есть выражение, просят вести их в 2 ствола. То есть у них прям равноценно, вот у меня пудовик всегда веду в 2 ствола. Видите, у них прям равноценные, они ещё маленькие, но равноценная вот эта рогатка, про которую я говорю, что иногда и не поймёшь, где пасынок. А, кстати, а вот тот случай, про который говорят, что иногда даже и не определишь. Вот сейчас вам покажу. Вот смотрите, вот видите, рогатка раздвоилась, и прям точно посредине вот эта цветочная кисть. Видно было, конечно, когда был ствол ещё основной, когда была маленькая томатка, видно было, какой из них позже вылез, я как подозреваю, что вот это пасынок, но сейчас они уже равноценные. Вот про такой случай я говорю, что томат сам нам подсказывает, сам просит нас, что нужно меня вести в 2 ствола, не нужно ничего удалять, видите, они равноценные. И вот эти томаты, которые детерминатные, у которых ограничен рост, они в высоту сильно не идут. Если мы удалим вот этот вот второй, такой же полноценный ствол, пасынок, но он сначала пасынок, потом будет полноценный ствол, нам будет сложно, например, 6 или 7 в высоту, он не очень высокий. Поэтому для таких сортов чаще всего применяют формирование куста в 2 ствола. Вот видите, про что я говорила, как компактно будет. Вот это вот с того, ну с основного вот одна, тут на пасынке уже вторая цветёт, тут уже третья и вот она четвёртая. Можно сказать, что они вот все в одном месте, будут вот так компактно, потому что он не очень высокий, он там метр с чем-то, и ему надо скорее отдать эти кисти, отплодоносить. Время не буду ваше зря терять, я рассказала, как в 2 ствола, точно так же, только оставляем лидирующий пасынок, тот, который под первой цветочной кистью, и распределяем нагрузку так, что на основной ствол чуть больше, на пасынок чуть меньше. Но если томаты мелкоплодные, если вам не важно там размер плода, то можно не нормировать количество вот этих цветочных кистей, и обычно вот эти труфеля, пальчики, они растут, сколько я вот этот, русские колокола никогда не удаляю, не ограничиваю, чтобы было там 5 или 6 кистей, сколько сможет растение вырасти, столько оно и растёт. Я думаю, что таких сортов много, я не буду все сейчас перечислять, но в 2 ствола очень удобно вести томаты, куст получается компактный, все кисти собраны в одном месте, более-менее не растянуты, вот по всей высоте двухметровый или там полтора метровый. Всё, до свидания!